Всем привет! С вами Сергей. Сегодня мы будем готовить холодец из свиных ножек. Какие же нам нужны будут ингредиенты? Во-первых, это свиные ножки. Это будет два небольших копытца, верхняя часть от коленки и небольшой кусочек куриный или индюшачий окорочок. Это придаст более нежность холодцу. Что еще надо будет? Две-три морковины крупные, лук, чеснок, специи. У нас идет лавровый лист, душистый перец, черный перец, красный перец, кориандр, ну и зеленая петрушка. Итак, соль еще, само собой. Итак, с чего же мы начнем? Прежде всего, надо очень тщательно помыть окорочка, копытца в проточной воде под краном. Итак, займемся. Итак, дальше. Вымытые свиные ножки кладем в широкую, широким днем глубокую кастрюлю. Разрубать ножки не обязательно, потому что если будем разрубать, могут остаться мелкие косточки и потом они будут нам мешать. Куриную или индюшачий окорочок пока не кладем. Дальше заливаем водой. Водой заливаем так, чтобы было выше на 5-6 сантиметров. Так, да, далее. Кастрюлю ставим на сильный огонь и доводим до кипения. Периодически снимаем пену аккуратненько. После того, как вода закипела, мы убавляем огонь, чтобы холодец томился на маленьком огне. Это делается для того, чтобы вода не выкипала. Да, и ни в коем случае нельзя подливать воду. Если кипение будет интенсивным, то бульон получится мутным. Так, ну вот, продолжаем варить. Вот примерно так вот, в такой интенсивности бульканье он должен стоять. Еще где-то час-полтора. Потом мы будем добавлять куриную или индюшачий окорочок. Так, продолжаем. Итак, холодец у нас уже стоит полтора часа, на плите варится. Теперь добавляем куриный или индюшачий окорочок. Туда же добавляем морковь, нарезанную брусочками, и лук. И все специи. Черный перец, красный, тушистый и лавровый лист. Все это отправляется в кастрюлю. Если вы хотите украсить холодец морковкой, то в конце варки мы будем еще добавлять потом целую морковку, чтобы потом из нее можно было нарезать разные звездочки. Так. Ну, теперь оставляем варить холодец еще где-то 4-5 часов. И там уже будем смотреть дальше. Так. Холодец у нас варится уже где-то 4 часа. За час, где-то за час до окончания приготовления надо будет посолить. Сейчас мы уже будем солить. Где-то одна ложка будет достаточно. Почему именно за час солим, а не раньше или позже. Потому что если мы посолим раньше, то вода выкипает и может пересолиться в холодец. А если добавлять совсем в конце варки, то мясо не успеет просолиться. Ну и добавляем одну морковь целую. Это для украшения. Она за час не успеет сильно развариться. Ее можно будет порезать, как нам хочется. За 15 минут до окончания мы добавляем мелко нарезанный чеснок. И мелко нарезанную петрушку. Это исключительно для вкуса. Холодец при варке мешать не надо. Еще 15 минут и все. Итак, холодец у нас сварился. Теперь берем большое блюдо. Вот такое большое блюдо. И будем разбирать, отделять мясо от костей. Мы достали мясо с канстрюли. Теперь нам нужно две вилки. И будем его отделять. Так, мы достали вторую порцию. И как видим, здесь уже мясо совсем разварилось. Даже отделились косточки уже. Будем разбирать теперь. Разложили по тарелочкам мясо. Значит, вот так вот у нас получилось. Теперь примемся за бульон. Бульон мы пропускаем через сито. Чем мельче сито, тем лучше. Тогда у нас будет более чистый. Можно даже использовать марлю. Некоторые используют. Таким способом мы это делаем. Значит, готовый бульон. Еще теплый. Можно сказать, даже горячий. Разливаем по тарелочкам. Таким образом. Когда холодец уже разлит. Мы дожидаемся, когда он остынет. И кладем в холодильник. Или в холодное место. На балкон, например. Если сейчас зима. Вот такой холодец у нас получился. Всем приятного аппетита. Я уверяю, это очень вкусно. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Подписывайтесь на канал.